Добрый день! Сегодня я хочу поговорить о современном иврите. В Израиле существуют как бы два языка, два разных современных иврита. Я подчеркиваю, я говорю современных иврита, я не говорю о древнем языке сейчас. Современный иврит, он состоит как бы из двух параллельных языков. Один это разговорный, обычная речь, и второй это письменный, на котором составляются документы и, например, звучат новости. Языки могут принципиально отличаться друг от друга. Например, в обычной речи, если мы говорим «мой стол», мы скажем «шульхан», «шили». В языке высокого стиля может быть сказано «шульхани», то есть одним словом будет передана эта мысль. В обычной речи могут использоваться слова, которые не используются в письменном языке, соответственно, наоборот. Таких примеров можно привести сотни. Я подобрал самые, которые на слуху. Лама в обычной речи. Почему? В высоком стиле – мадуа. Лекан или лепо в обычной речи. В высоком стиле – эйна. Эйфо – где? В обычной речи. В высоком стиле – эйхан. Биглааль – это из-за в обычной речи. Бежель – в высоком стиле, в письменном языке. Хуцми – кроме. Зулат – в высоком стиле. Ло-ядуа – неизвестный. Бильти-ядуа – в высоком стиле. Бильти – мы используем, а не ло. Бли – это без. В высоком стиле – ле-лё. Ле – предлог направления. Куда? В высоком стиле – эль. Ми или мэ – это из. В высоком стиле будет мин. Эйх – как? В высоком стиле – кейцад. Кара – случилось, произошло. В высоком стиле – эра. Таких примеров, я еще раз говорю, можно привести много-много десятков и даже много сотен при желании. Ле-агид – сказать в обычном языке. Ломар – в высоком стиле. Ахшав – сейчас. Ата – сейчас в высоком стиле. Аваль – но в высоком стиле – ах. Одно и то же слово в разных стилях может иметь разные значения или нюансы. Например, в высоком стиле слово «парцув» – это «лик» или «лицо». Нормальное слово. А в обычной речи слово «парцув» означает «рожа» или «морда». Ну, как бы то, что у собаки. Лиц у собаки, например. Соответственно, если кто-то, например, слышит, ему обращаются в высоком стиле И он понимает, что это в высоком стиле. Я давно не видел лица твоего. Нормально звучит. Но если он ориентирован на обычную речь и услышит это, то он поймет, что ему сказали «я давно твоей морды не видел». Из-за этого могут возникнуть какие-то недопонимания. То есть желательно разбираться в двух стилях. Слово «ализ» в высоком стиле означает «веселый», «жизнерадостный». Нормальное слово. В обычном языке «ализ» – это «гомосексуальный». Соответственно, можно совсем не так понять, если его использовать в обычном языке в значении «радостный». Может быть, серьезная ошибка. Теперь предложение. В обычной речи мы строим предложение, как в русском языке. В высоком стиле предложения будут построены не обязательно так, иначе. Сейчас примеры предложения. Мы будем сравнивать стили. Например, «лама гу ло овед» в обычной речи «почему он не работает» в высоком стиле. «Мадуа эй нэну овед» «почему он не работает» в обычном языке. «И бишла» – это «марак». «Она сварила суп». В высоком стиле, скорее всего, будет сказано так, эта же мысль будет передана так. «Амарак бушаль аль-ядэха». «Суп был сварен ею». То есть, в высоком стиле намного чаще используются пассивные формы глаголов. В отличие от обычной речи. Дальше. «Гу шалах» – это «михтав» «бэдуар». «Он послал, отправил это письмо по почте». В высоком стиле, скорее всего, будет сказано так. «Амихтав нишлах, аль-ядав бээмцауд адор». Письмо было отправлено, было послано им посредством почты. Еще пример. «Амохэр» Здесь вопрос. «Амохэр кибелета чек шельха?» «Продавец принял твой чек». То есть, обычный вопрос. Кто-то расплатился чеком, приняли, не приняли его чек, его спросили. Если мы попытаемся то же самое спросить в высоком стиле, нам придется спросить так. «А им, амхаатха, кубда, аль-едей, азабан». То есть, мы здесь используем другие слова, другие корни. И, поверьте мне, по моему опыту, слово «забан», которое означает «профессиональный продавец в высоком стиле», многие коренные израильтяне не поймут, хотя это правильное слово. И поэтому возникают у нас ситуации сложные, когда мы хотим показать, что мы владеем высоким стилем, пытаемся говорить на высоком стиле и создаем такие, скажем, комические или забавные ситуации. Моя рекомендация сначала овладеть обычным языком, обычной речью, и только потом постепенно овладевать высоким стилем. Проблема в том, что если вы учите, например, иврит по материалам в интернете, то не вам решать получается, какой стиль, какой язык вы учите. Вам навязывается определенный стиль, либо преподавателем, либо литературой, которой вы пользуетесь. И не всегда преподаватель или не всегда литература, она указывает, на какой язык там ориентировка. Я, например, говорю, сейчас объясняю для тех, кто учит иврит по моим видеоматериалам, что материалы, которые для начинающих, это обычный разговорный язык, обычная речь. Материалы для тех, кто находится на среднем уровне и на продвинутых, там постепенно, я буду предупреждать, сравнивать разные стили, мы будем постепенно вводить высокий стиль тоже. Когда у нас нет чувства, когда мы не понимаем, в чем разница, но при этом у нас есть желание говорить в высоком стиле, хотя необходимости такой на практике нет. Нужно, наоборот, говорить на обычном языке, но мы хотим показать, что мы говорим в высоком стиле. Я сейчас вам продемонстрирую, как это может звучать. Примерно. Мне вспоминается стихотворение «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубит он, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом». Ну и дальше, я думаю, все знают. И представьте себе ситуацию. Я прихожу, хочу устроиться на работу, и я прихожу на собеседование. А в Израиле принято на собеседование задавать вопросы, чтобы отвлечь немного человека, чтобы он был раскованным. Его обычно спрашивают, а где ты, например, был последнее время, где ты отдыхаешь? И вот его спрашивают, а где ты отдыхал? Куда ты ездил? И он начинает говорить примерно вот так. «Мы у лукоморья отдыхали на песчаном бреге, бродили по городу кругом, слушали, как на улице чередой неведомую песнь заводят, и еще мы по цепи приценивались в магазине и в пивбаре не тужили». То есть он очень красиво сформулировал свою мысль, если у него получится это сделать на иврите. И для человека, который слушает его, это забавный иврит. Но в случае, если ему не удалось так красиво сейчас сказать на странном языке относительно, хотя я использовал все слова, которые вы знаете, я просто немножко по-другому сформулировал предложение. Если у человека не получится сформулировать мысль так красиво, как получилось сейчас у меня на русском языке, то при приеме на работу ему скажут, что человек просто не знает иврита, он просто путается в словах, непонятно что, невозможно понять, что он хочет. Это может быть проблема. Поэтому важно говорить совет, важно говорить простыми, понятными предложениями, без перегибов. И когда вы будете чувствовать себя уверенно в своей речи, вы постепенно, если захотите, начнете ее украшать в разумных пределах, чтобы это не звучало пафосно, чтобы это не звучало слишком официально. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что это было понятно, полезно и интересно. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания.